Кустанайский городской суд номер два признал 35-летнего Дениса Галкина виновным в незаконном предпринимательстве обмене необеспеченных цифровых активов через созданный им виртуальный обменный пункт. За два года его работы он получил доход в 1 миллиард 269 миллионов тенге, хотя гособвинение называло сумму в два раза большую. Суд постановил взыскать эти деньги в доход государства с учетом повышенной степени общественной опасности преступления, создавшего угроза экономической безопасности страны, условия обхода госсистемы по противодействию теневой экономике и бесконтрольному выводу денежных средств, возможно и нажитых преступным путем. Галкин был приговорен к двум годам лишения свободы. У него был конфискован японский внедорожник, как приобретенный в период незаконного предпринимательства, ноутбук, как орудие совершения преступления и цифровые активы, как предмет незаконного предпринимательства. Кроме того, суд постановил взыскать с Галкина судебную госпошлину в 38 миллионов тенге. Судебное решение обжаловали из защиты Галкина и гособвинение. «Взыскать с Галкина в доход государства, доход, полученный в результате совершения уголовного правонарушения в сфере экономической деятельности, как результат неосновательного обогащения, нажитого преступным путем в сумме 2 миллиарда 607 миллионов 483 тысячи 279 тенге 65 тенге». Как пояснил суду сам Денис Галкин, до апреля 2023 года цифровые активы в списке запрещенного вида деятельности в Казахстане не входили и не существовало какой-либо ответственности за это. Он прозрачно показывал свои доходы в декларациях и платил с них налоги. «Статья 33.1 привела меня в добросовестное заблуждение, чем были нарушены мои конституционные права, в связи с чем я полностью поддерживаю доводы своего защитника относительно обращения в конституционный совет, а также возобновление судебного следствия и допроса указанных специалистов». «Ваша честь, это все происходило за рубежом, в электронных кошельках, электронные кошельки находились на иностранных биржах. И само перемещение цифрового актива, необеспеченного цифрового актива, оно было на зарубежной бирже, на иностранном сегменте интернета, который перемещался, цифровой актив с одного кошелька в другой кошелек, в вашу честь, и там, за территорией Республики Казахстан». Защита Галкина заявила, что при расследовании деятельности ее подзащитного был допущен ряд нарушений законодательства, что привело к незаконному привлечению его к уголовной ответственности. Адвокат просит отменить приговор городского суда номер два. Хода тестует о возобновлении судебного следствия с привлечением нескольких свидетелей, в том числе депутата мажориса парламента Екатерины Смышляевой, которая являлась автором и разработчиком нового закона об обороте цифровых активов, из которого, цитирую, «не было понятно, что разрешено и что запрещено». Конец цитаты. Судья сообщила, что разрешит это ходатайство и объявит решение апелляционной коллегии 27 июня. Олжас Есен-Жигитов, Наталья Луговская, РТН.